вирус если мы не будем принимать меры паразит полтора миллиона человека может быть два с половиной мы говорим о социальном дистанцирование о важности этих мер важности оставаться с дом районами наша главная задача ближайшее время добиться снижения этих кривых вернее поддерживать развитие эпидемии на достаточно низком уровне надеюсь что существенных вспышек заболеваний не произойдет вот этот график другие графики которые мы моделируем внушают нам надежды что это удастся сделать ближайшие 30 дней нас беспокоит и чикаго и детройт мы видим изменения в массачуссе новый орлеан также представляет собой проблему хотя ситуация там стабилизируется на самом-то деле мы видим глубину применяемых мер профилактических мер мер по снижению интенсивности заболевания это всего лишь прогнозы прогнозы на основании данных которые мы наблюдали в италии и те которые мы собрали по нашей стране 100000 это вполне реалистичная цифра мы думаем что по меньшей мере 100000 но мы надеемся что это будет меньше мы будем сделать все возможное чтобы не было больше я думаю что однако то есть следующие две недели вы сказали что следующие две недели будет очень болезненный период видите да что кривая идет вверх это означает что смертность тоже будет увеличиваться но потом эта кривая будет опускаться она будет снижаться медленнее чем она росла и поэтому сейчас мы озабочены тем чтобы сплющить эту рок-привую эпидемию это вот то что мы видим по всему миру на примере этого вируса то есть да вы видите что склон очень пологий и это вот наши данные которые мы собрали мы видим что пик будет в течение следующих нескольких недель мы отслеживаем также вот количество смертей на основании вот этих прогнозов смертность идет с запозданием то есть даже если эпидемия уже практически побеждена будет люди по-прежнему будут продолжать умирать какое-то время но скорее всего 100000 американцев умрут в результате да это мы должны вас да это очень отрезвляющая цифра но несмотря ни на что мы должны быть готовы к этому однако надеяться на то что до этого не дойдет мы надеемся что наши меры профилактики помогут нам сократить 19 внезапно сбивает человека с ног многие пациенты это люди которые не серьезно относились к правилам карантина они продолжали жить как ни в чем не бывало потом вдруг обнаруживали что у них поднялась температура появились ночная потливость и диарея а спустя неделю вдруг замечали что им не хватает воздуха им сложно дышать просто идя по комнате или поднимать по лестнице самое сложное для меня как медбрата это видеть как люди умирают в одиночестве для меня всегда было важно когда пациент умирает позаботиться о том чтобы близкие были рядом это разбивает мое сердце снова и снова когда я становлюсь свидетелем смерти в одиночестве это самое ужасное что сейчас происходит в мире сидите дома в безопасности пожалуйста не заражайтесь этим вирусом так как сейчас мы не уверены сможет ли наша система здравоохранения справиться с новыми больными к этому надо относиться серьезно я не видел ничего подобного за все время работы уже почти